Молодой врач-невролог Кирилл Ратин приехал в Саров после окончания ординатуры в МГУ им. Огорева. Как признается молодой специалист, он никогда не сомневался в том, что медицина его призвание. Когда выбирал место работы, рассматривал либо Саров, либо Нижний Новгород. Предпочел все-таки приехать к нам. И сразу же влился в коллектив, приступил к работе. Появление врача-невролога в первой поликлинике ждали очень долго. Достаточно много на прием, то есть полностью вся запись на приема занята. Вот поработал в течение где-то около месяца уже у меня получается. Очень отзывчивый персонал, то есть полностью обращаюсь по всем вопросам, которые меня интересуют, которые, например, не понимаю, не знаю, пока разбираюсь, так скажем, в логистике направления пациентов. Поэтому все в целом меня устраивает. Опыта только надо будет сейчас набраться, а так все замечательно. Вместе с Кириллом Ратином в нашу больницу пришли еще 11 специалистов. Еще три доктора уже имеют опыт работы. По традиции, которой существует КБ-50, всех начинающих врачей собрали на приеме у руководителя больницы. Игорь Лашманов рассказал об истории саровской медицины, выдающихся людях, которые здесь работали. Разъяснил, как выстроена структура, познакомился с каждым из молодых коллег. Мне хотелось бы, чтобы у вас сложилось жизнь не так, чтобы вы, кто уже нашел свою половину замечательную, кто не нашел, нашли среди своих же коллег, чтобы ваши дети приехали сюда, вернулись и работали. И вам, ну, так же, как и мне, я надеюсь, как и большинству здесь присутствующих, было не стыдно за свою работу, за то, что мы делаем. Мы могли смело смотреть в глаза людям нашего города. В клинической больнице запущена программа привлечения молодых специалистов. Большую помощь в этом направлении оказывает Орфиацвнеев, выделяя средства на покупку служебных квартир. В фонде служебного жилья больницы уже 20 квартир. Сейчас приобретается еще три. Есть и другие меры поддержки. Беспроцентный займ у нас дается 500 тысяч, но это целевой займ на приобретение жилья, который возвратный, который надо вернуть, но он без процентов. Компенсируется съем жилья у нас. Есть такая программа. Мы попали в программу «Земский доктор». Несмотря на то, что попадаем под население 50 тысяч, у нас в программе участвуют учреждения. И задача вот этой программы «Земский доктор» привлечь врачей именно в первичную медицинскую помощь поликлиники. Это врачи узких специалистов и врачи-терапевты педиатры участковые. Комплексная программа по привлечению молодых специалистов также включает выплату единовременного пособия при трудоустройстве и возможность профессиональной переподготовки за счет работодателя. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.